МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. А вот сыны не там. Сроки сдачи 10-й школы опять сдвигаются. С новосельем накануне Нового года саровская семья получила ключи от квартиры. Нестандартная математика и устный счет в младежном центре наградили победителей Олимпиады и турнира. Далее расскажем обо всем подробно. 15 августа, 1 сентября, 30 ноября, теперь уже 9 января. Подрядчик, который занимается капитальным ремонтом 10-й школы, уже на 5 месяцев отстает от графика. Почему так медленно продвигаются строительные работы в учебном заведении? И когда дети смогут сесть за парты родной школы? Открытые потолки, полы без покрытия, горы, стройматериалы в коридорах. Это лишь малая часть недоделок, которые требуют быстрого устранения подрядчикам. Подговор у школы должны были сдать 15 августа. Год подходит к концу, но завершение ремонта и открытие учреждения все еще остается призрачной мечтой для учащихся и их родителей. В ноябре мы уже приезжали проверить готовность объекта к сдаче. Тогда строители уверяли, что закончат все работы к Новому году. И вновь мы видим неутешительную картину. Санузлы и коридоры первого и второго этажа не готовы. А значит, объект снова не сдадут в срок. Строители завершают ремонт в пищеблоке и спортзале. Не во всех туалетах успели установить сантехнику. Презентабельно выглядят только учебные кабинеты и коридоры третьего и четвертого этажей. В начале ноября объект посетил депутат Государственной думы Денис Москвин. Тогда, после осмотра школы, он с уверенностью заявил, что подрядчик не успеет доделать ремонт к Новому году. Вот сегодня я там был, мне говорят, что там работа закончится 30 ноября. Но это неправда. Они не закончатся 30 ноября. Более того, потому что я там увидел и по готовности подрядчика, представитель которого был, сам подрядчик, видимо, побоялся приехать, они говорят, что 30 ноября все будет, не будет. И к Новому году не будет, как заверяет администрация. Судя по тому, что там происходит. Предположения чиновника оправдались. Возникает вопрос, в чем причина неоднократного переноса сдачи школы. Подрядчик ссылается на то, что не получает должного финансирования. Администрация уверяет, что проблема в безответственном отношении, слабом техническом и рабочем составе строительной компании. Теперь подрядчик обещает закончить работы к 9 января. Но будут ли работать бригады в усиленном режиме в новогодние праздники – большой вопрос. Часть работ строители планируют доделывать во время учебного процесса. Специалисты будут обустраивать спортивный зал, подъемник для инвалидов у столовой, устанавливать видеонаблюдение и интерактивное оборудование в классах, монтировать кабинки в санузлах и благоустраивать стадион. Выполнят ли подрядчик обещания на этот раз, будет понятно после новогодних праздников. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. Члены Общественного совета по молодежной политике при главе администрации на очередном заседании обсудили участие Сарова в реализации федерального проекта «Социальная активность». Говорили о мотивации волонтеров в подготовке к празднованию 70-летия Великой Победы и проведению фестиваля молодежных субкультур. Как привлечь в ряды саровских добровольцев новых участников? Чем их заинтересовать? В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» Сарову предложили заключить соглашение с Министерством образования Нижегородской области, чтобы совместно проводить мероприятия. И первый из них – фестиваль молодежных субкультур – планируют провести через несколько месяцев. Также в начале следующего года пройдет конкурс на создание опорного центра волонтерства для различных зон региона. Наш город подал заявку на участие от южного сегмента. На базе молодежного центра создание такой опорной площадки по добровольчеству с использованием загородного лагеря «Березка». Но поскольку понятно, что все волонтеры зоны юг не смогут въезжать в Саров, а площадку «Березки» мы могли бы использовать для обучения и проведения мероприятий. В Сарове координирует деятельность волонтерских организаций опорная площадка добровольчества. Ее создали в 2017 году на базе молодежного центра. О задачах и направлениях работы опорной площадки рассказал руководитель городского клуба волонтеров «Инсайт». Основные задачи опорной площадки города Саров – это ресурсная поддержка, методическая поддержка, информационная и организационная поддержка волонтерства. В нашем городе работают 27 волонтерских организаций. Добровольцы активно участвуют в жизни Сарова, становятся инициаторами проведения различных акций. Но, по мнению руководителя Департамента по делам молодежи и спорта, этого количества не хватит для проведения масштабных мероприятий по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и юбилея атомной отрасли. Сегодня у нас 823 волонтера, и волонтеры довольно-таки активно участвуют в организации проведения мероприятий и активно вовлекают в свою деятельность благополучателей. Порядка 17, ну даже 18 тысяч человек ежегодно становятся участниками их мероприятий. Ближайшие пять лет планируют привлечь в ряды волонтеров более 10 тысяч человек разного возраста. Для этого на базе опорного центра добровольчества создадут банк вакансий. Более 10 миллиардов рублей направит правительство России в ближайшие два года на обеспечение бесплатными медикаментами россиян, которые перенесли острые сердечно-сосудистые заболевания. Пилотный проект разработал Минздрав. Лекарства будут выдавать в аптеках при предъявлении рецепта. При этом цена медикамента не должна будет превышать установленную государством цену. Среди болезней, которые попадают в этот список, острый инфакт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и ряд других. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В парке имени Зернова продолжается реконструкция. В минувшую субботу наши корреспонденты побывали на месте, чтобы оценить степень готовности объекта. Завершена входная группа со стороны улицы Музруково. Вход со стороны Зернова тоже почти закончен. Появилась белая ротонда. А вот брусчатку все еще укладывают, в том числе на лестнице, которая ведет к реке. Работа с освещением тоже пока не закончена. Напомним, изначально реконструкцию парка имени Зернова должны были завершить в конце осени. Затем срок сдвинули на 24 декабря. Со следующего года в Нижегородской области снизят плату за вывоз мусора. Соответствующее поручение губернатор Глеб Никитин дал региональной службе по тарифам. Это стало возможным благодаря двум факторам. Во-первых, увеличился объем вывозимого мусора. И во-вторых, региональных операторов освободили от уплаты НДС. Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, со следующего года строка вывоз ТКО подешевеет на сумму от 4 до 21%. Клиническая больница номер 50 опубликовала график работы в праздничные дни. Первая поликлиника будет принимать пациентов 3 и 6 января с 8 утра до 4 часов вечера. Детская поликлиника на улице Курчатова также будет работать 3 и 6 января, но с 9 до 12. Дежурный врач-стоматолог в больничном городке будет вести прием 2, 4, 5 и 8 января с 8 до 13 часов. 15 литров бензина слили ночью из бака «Лады», припаркованной в одном из дворов на проспекте Ленина. Это не первое подобное происшествие. Недели ранее неизвестные осушили бак советского автомобиля на стоянке в старом районе города. Полиция выясняет все детали происшествия. Чем еще запомнилась в прошедшей неделе сотрудникам про порядка, расскажем далее. Молодой человек украл из продуктового магазина 2 банки кофе и 4 флакона шампуня. Общая сумма похищенного более 2,5 тысяч рублей. Лицо установлено, им является гражданин С. 98 года, рождение ранее несудимый. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». 3,5 тысяч рублей не досчитался мужчина после посещения бара. Там он пообщался со своим знакомым, а после встречи обнаружил пропажу денег. Он ему стал показывать паспорт, а в паспорте лежали денежные купюры, сложенные в обложке. Пока гражданин отвлекся, молодой человек вытащил денежные купюры из его паспорта. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был ранее судим. Еще один житель города пожаловался на молодых людей, которые употребляли спиртные напитки на улице под окнами его квартиры. Сотрудники полиции напоминают, что за распитие в общественных местах предусмотрено наказание в соответствии с Кодексом административных правонарушений Российской Федерации. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. 60,5 квадратных метров счастья. Накануне Нового года еще одна саровская семья получила собственное жилье. Глава администрации вручил семье Кузнецову ключи о двухкомнатной квартире. В своей очереди на получение жилплощади они ждали 24 года. Об эмоциях новоселых и планах на ближайшее будущее расскажем в следующем репортаже. Ключи и документы на квартиру стали настоящим новогодним подарком для Кузнецовых. В своей очереди они ждали почти четверть века. Это 15-я семья в Сарове, которая получила в 2019 году жилье по договору социального найма. Мы желаем, чтобы в этом доме, в этой квартире вам было комфортно и не было. Спасибо большое. Теперь вместо комнаты в общежитии у Кузнецовых в распоряжении двухкомнатная квартира площадью 60,5 квадратных метров. Жилье передали владельцам с косметическим ремонтом. Постелили новый линолеум, наклеили обои, установили натяжные потолки. Сантехника и газовая плита тоже новая. Третьего мы планируем переезжать. Не получится у нас до Нового года переехать. Мы как-то совсем не планировали переезд. Это очень быстро случилось. В светлой просторной квартире разместится семья из четырех человек. И хотя до переезда еще неделя, Светлана по-хозяйски осматривает жилье. Какие шторы повесить, где поставить шкафы и диваны. Младшая дочь Настя уже присмотрела себе комнату. Вместе с мамой они планируют обстановку, зону для занятий, учебы и место для игр с племянником. Я очень рада. Скорее всего, я выберу именно эту комнату. Она светлая. Я давно хотела себе светлую комнату. Вот. И я очень благодарна. Новый год для семьи Кузнецовых начнется с ответственного дела – переезда в новое жилье. Но после стольких лет ожидания – это приятные хлопоты. В Молодежном центре прошла торжественная церемония награждения призеров Олимпиады по нестандартной математике и турнира по устному счету Творческой лаборатории «Дважды два». Дипломы, грамоты и памятные призы получили более ста человек. Всего интеллектуальные соревнования собрали более 500 ребят из разных школ города. Дима Якунчиков учится в третьем классе пятнадцатого лицея. В этом году он впервые решил попробовать свои силы в осенней Олимпиаде по нестандартной математике Творческой лаборатории «Дважды два». Задания были непростые, но мальчик справился с ними и заслужил похвальную грамоту первой степени. Дима доволен своим результатом, особенно потому, что математика – его любимый предмет в школе. В математике мы очень часто узнаем какие-то новые типы задачи, новые темы у нас часто там происходят. И вот для меня это все интересно. Олимпиаду по нестандартной математике Творческой лаборатории «Дважды два» и турнир по устному счету Молодежный центр совместно с Арфатейни Яумифи проводят уже пять лет. И с каждым годом количество участников растет. Этой осенью интеллектуальные соревнования собрали более 500 человек. Из них 109 стали призерами. Когда мы начинали пять лет назад, в основном интерес к нашим мероприятиям проявляли ребята из лицейских школ, ну из гимназии. Ну, по большей части это были ученики третьего и пятнадцатого лицеев. Сейчас, ну, скажем так, география школы, она очень широка. То есть очень много школ нашего нового района, 17-е, 16-е, 14-е. То есть интерес очень большой. Особенно большой интерес к турниру по устному счету. В Олимпиаде по нестандартной математике могли участвовать только ученики начальных классов. А на турнир по устному счету приглашали всех желающих. Попробовали свои силы и родители. Примеры очень сложные. Их нужно решать в уме. Это крайне сложно. Родители, в общем-то, в этом году у нас попробовали и поняли, насколько это ответственно и серьезно. И как при этом себя чувствуют дети. Зимняя Олимпиада по нестандартной математике пройдет 9 февраля. Подробности опубликуют в ближайшее время в группе молодежного центра ВКонтакте. Новый год. Пара сказок и чудес. В это время дети как никогда готовы поверить в волшебство и добро. Но не все родители в силу своих материальных возможностей могут подарить ребенку праздник. На помощь пришла команда неравнодушных саровчан и устроила сказочное представление для ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Подарить праздник и заряд хорошего настроения детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такую цель поставили перед собой организаторы благотворительной елки, которая прошла в Центре поддержки предпринимательства. Гостями интерактивного представления стали ребята из теплого дома и девятого интерната. Мы понимаем родителей, которые попали в такую ситуацию, что они не могут, они хотели бы, например, подарить своему ребенку кучу впечатлений, но не могут привезти его на обычную елку. И мы, посовещавшись, решили, что проведем такую акцию. Детей ждал новогодний квест с участием героев известных сказок и различные задания. Ребятам предстояло вызвать из плена символ Нового года – крыса. Помогали им в этом родители, бабушки и дедушки. Большую помощь в подготовке праздника оказала Инесса Шевцова. Также она примерила на себя образы сказочных персонажей. Инесса уверена – чужих детей не бывает, и оставаться в стороне от их проблем нельзя. Конечно, тоже не можем остаться в стороне и не поздравить вот таких детей, не создать им новогоднее настроение, не подарить какой-то небольшой подарок, чтобы они вошли в Новый год, в Рождество с хорошим настроением, с верой в то, что людей добрых, отзывчивых, светлых и хороших в этой жизни больше, чем противоположных. Подобные праздники организаторы планируют устраивать и впредь. Впереди вас ждет прогноз погоды. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин